Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу представить Арташе Зильфиан, профессор, заведующий кафедрой глазные болезни Национального института здравоохранения, главный офтальмолог города Еревана и советник министра здравоохранения Республики Армения. Я представлю вам сегодня презентацию, которую я подготовил в применении лазеров при глаукоме. А также эффективность лазеров как на фокичных, так и на псевдофокичных глазах. Итак, давайте поговорим о лазерах, применяемых сегодня при глаукоме. И я очень рад, я хочу сказать, что я рад присутствовать на столь большом мероприятии, на международной офтальмологической конференции Узбекистан-2021. И я хочу сказать, что сегодняшняя моя презентация посвящена о применении лазеров при глаукоме. И я поговорю о преимуществах лазера. Во-первых, это восстановление оттока внутриглазной жидкости из глаза по естественным путям. Высокая эффективность снижения внутриглазного давления, минимальный риск осложнений, лазерные вмешательства, как правило, безболезненные, проводятся под местной анестезией путем закапывания обезболивающих глазных капель. Лазерное лечение непродолжительно по времени проводится ампулаторно. И, конечно же, короткий непродолжительный период выздоровления, реабилитации. Из множества лазерных вмешательств наиболее часто применимы это лазерная иридектомия, лазерная трабикулопластика, иридогониопластика, десцементогониопунктура и циклофотолазеркоагуляция. Начнем с лазерной иридектомии. Показания и методики выполнения. Во-первых, показания. Это первичная, в принципе, узкоугольная или закрытоугольная глаукома с выраженной подвижностью иридохрусталиковой диафрагмы, узкий и клеувовидный угол передней камеры и парный глаз, если у пациента парный глаз с приступом глаукома. Какие возможные осложнения при выполнении лазерной иридектомии? Это несквозное формирование отверстия в строме радужки, это кровотечение и образование гифеемы, повреждение передней капсулы хрусталика с последующим зарощением отверстия, очень неприятное осложнение эффекта второго зрачка, это эффект, ну, бывают эффекты гало и засветы, и офтальмогипертензия. Вот выполняется мною лично лазерная иридектомия. Посмотрите, я делаю в данном случае в зоне крипты, где я вижу очень тоненький пигментный листок, и выполняется всего пару или два или три, я не знаю, выстрела. Мы видим, что имеет место уже, ну, жидкость из задней камеры попадает в переднюю камеру, и этого всего, и этого достаточно. В данном случае не надо продолжать, поскольку мы можем иметь осложнение, и не всегда совсем, не совсем обязательно выполнять данную процедуру именно в верхнем меридиане. Вот бывают различные неприятные осложнения, неприятные процессы, гефема, там лазерная иридектомия не в корне радужки, а в бейсе, ну, более ближе к зрачку, и вот в данных случаях бывают эффекты с второго зрачка. Я хочу поговорить о очень эффективной методике. Это селективная лазерная трабиклопластика, которая предложена Латина в 96-м году, и, в принципе, из всех разновидностей методик, там, АЛТ, МЛТ и ПЛТ, ПЛТ, данная методика имеет самую высокую распространенность из-за своей высокой эффективности. Во-первых, показания проведения лазерной трабиклопластики это применение более двух гипотензивных препаратов. Обязательно первичная открытоугольная глаукома. Я, в принципе, использую даже до третьей стадии, с внутриглазным давлением до 35 мм тупного столба. Недостаточные результаты хирургического лечения, наличие общесоматических и аллертических реакций к гипотензивным препаратам и потенциальное несоблюдение больными медикаментозного режима лечения. Механизм действия, что происходит именно в трабекуле, это селективный термофотолизис меланосом трабикулярного аппарата. Минимальное термическое воздействие без повреждения коллагеновой ткани, то есть коллаген практически не повреждается. Здесь ни АЛТ, ни аргонлазерная трабиклопластика. Индукция выработки цитокинов и активация макрофагов имеет место очистка экстрацеллюлярного дебриса, стимуляция клеточной активности и прохождение жидкости через трабекулу. И на основании вышеперечисленных данных СЛТ может являться методом первого выбора лечения пациентов с клавком. Совсем не днадо, в 2019 году было выполнено очень большое стадии в международном известном журнале Lancet. Мы знаем, что данное исследование показало, что, во-первых, СЛТ полностью заменяет по эффективности любое, даже самое максимальное медикаментозное лечение. Это раз. И, в принципе, я уже своим пациентам в качестве монотерапии медикаментов я не назначаю. То есть медикаменты используются как дополнительный метод лечения после СЛТ или другого лазера, или хирургии глаукомы, но не монотерапии. И вот в сравнении с АЛТ мы видим, что при АЛТ у нас имеет место повреждения ожог тробекулярного коллагена, что не происходит при СЛТ. Селективная лазерная тробекула пластика является безопасным и эффективным методом лечения пациентов с первичной открытоугольной глаукомой. Данный метод имеет высокую эффективность как на фокичных, так и на псевдофокичных глазах. Имеет высокую эффективность на начальных стадиях и развитой стадии глаукомы. И СЛТ не имеет серьезных противопоказаний и может выполняться амбулаторно, рутинно, даже в поликлинических условиях. Я вам хочу показать, как именно выполняется СЛТ. Ставится гоню линза, линза латина. И я выполняю СЛТ. Мы видим champagne bubbles, те самые пузырьки, которые выходят при выполнении СЛТ. Это говорит о высокой эффективности. То есть мы уже понимаем, что если есть пузырьки, это говорит о том, что эффективность есть сравнительный анализ. СЛТ будет высокая. И я выполняю на 360 градусов. Вся процедура занимает около 5 минут. В принципе, у нас замечательные результаты по СЛТ. И выполнено более 1000 пациентов. Следующий метод – это, всем нам известная, трансклеральная цитофотолазеркоагуляция. В последнее время наибольшую популярность в лечении рефракторной глаукомы приобретает трансклеральная диодлазерная цитофотолазеркоагуляция. Выполняется с целью компенсации внутриглазного давления в далеко зашедшей терминальной стадии глаукомы, где традиционные фистулизирующие операции малоэффективны и небезопасны. Вот как выглядит проба трансклеральной, транзонд трансклерального лазера. Обратите внимание на глаз пациента сразу на вторые сутки после выполнения данного метода. Мы видим, что имеют место коагулянты, которые, в принципе, выполняют трансклеральную деструкцию, фотолазер-деструкцию целярного тела и снижают продукцию внутриглазной жидкости. Из недостатков, конечно же, вот у меня есть также видео по челевой лампе, и пациент сразу на вторые сутки после выполнения. Из недостатков, основной недостаток данного метода, что контроль деструкции ткани, в принципе, очень сложных. И у меня, слава богу, не было такого случая. Однако в литературе описаны многочисленные случаи с гиперэффектом, что может приводить к гипотонии глазного яблока. Я хотел бы поговорить о еще одной разновидности. Это микропульсная трансклеральная тильтофотолазер-коагуляция. Это замечательный метод. Я выполняю при всех рефракторных или труднолечащихся, или в глаукомах, которые трудно поддаются лечению медикаментозному или селективной лазерной терапии клопластики, так называемых рефракторных, однако и при глаукомах с высоким давлением, просто с высоким давлением. И надо поговорить о том, что в последние годы применение трансклеральной тильтофотолазер-коагуляции выходит далеко за рамки лечения только лишь рефракторные глаукомы. Применение микропульсной трансклеральной тильтофотолазер-коагуляции позволяет выполнять эту процедуру как на фокичных, так и на псевдофокичных глазах. И данный метод имеет высокую эффективность как на начальных стадиях глаукомы, так и при развитой глаукомы. И при необходимости выполняется повторно. Это очень важный пункт. То есть, возможно, как и при СЛТ, повторное выполнение, не имеющих серьезные осложнения. В заключение я хочу сказать, что лазерное лечение глаукомы является безопасным, высокоэффективным и современным методом лечения с минимальным риском осложнений пациентов с глаукомой. Лазерные вмешательства относительно безболезненные. Проводятся под местной капельной анестезией путем закапывания обезволивающих глазных капель. Но при микропульсной лазерной тильтофотолазер-коагуляции я, в принципе, использую не ретробульварную анестезию, а подконъюнктивальную путем введения инсулиновой иглой небольшого количества лидокаина под конъюнктиву бульварную. Лазерное лечение глаукомы, в принципе, непродолжительно по времени, проводится амбулаторно с коротким периодом реабилитации. И современные лазеры дали возможность выполнять лечение глаукомы лазером, снижая частоту применения хирургических оперативных вмешательств. Благодарю вас за внимание и желаю всем нам удачной конференции и хорошего дня. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо.